Их на поле боя не бросают, а потому что я вижу, что он, в отличие от Алены, не является готовым артистом. Ему очень много над чем есть работать, и очень много есть куда расти, и как артисту, и как человеку. И, конечно же, мне было бы очень интересно продолжить с ним работать. И я считаю, что сегодня ты был на высоте, на своем уровне, и я считаю, что ты можешь намного лучше. Поэтому, конечно же, я за Остап. Спасибо. Олег. Все оригинальничал. Буду отвертим. Мне Остап очень понравился сегодня. Особенно его выступ с фортепианом. Твой номер был. Было очень красиво. И я видел, что ты взял с того уровня, минулого раза, много чего, и тебе помогло. Это говорит о том, что ты растешь. Мне очень приятно. Но сегодня я пометил тебе так, как я хотел тебя видеть. Но песня «За життя» мне, кажется, была выполнена лучше Аленкой. Извечательно, что я отвергаю слово «За життя». На этом наша предсказуемая часть завершена. Самое интересное. Настя. Не соглашусь с твоим коллегой. И я хотела сказать, что, Аленочка, ты можешь больше, лучше. Ты знаешь, сегодня ты как будто немножечко расслабилась или устала. Астап, сегодня твоя песня авторская была очень хорошо сыграна, спета. Мне очень понравилось. Знаешь, что меня очень сильно смущает? Это то, что ты второй раз попадаешь на голосование. У нас здесь честное шоу. Давайте я покушу на второй раз. У нас здесь честное шоу, и реально люди голосуют. И меня это немножко смущает, потому что ты очень хорошо сегодня выступил. Два раза, правда. Я хочу отдать сегодня свой голос за Алену. Я хочу поддержать тебя. И хочу, чтобы ты показала класс. Все еще раз. Андрей. Андрей Михайлович. Я вам скажу, какая-то странная, мне кажется, недоработка в этих правилах, потому что абсолютно не стоит слушать, получается, наставников. Естественно, они будут голосовать за своих. Получается, для ускорения эфира надо спрашивать у тех членов жюри, которых представители там не стоят. Решается, получается, Настя и я, да? Я вам скажу, но надо дорабатывать. Не везде. Даже на «Х-факторе» есть проблемы. Минутка юмора, Андрей. Я передам, Андрей Михайлович. Ну, правда. Я с этими песнями за жизнь так натренирую, чтобы в следующий раз просто ничего не буду говорить, сразу передам слово. Не, ну зачем это? Тянем время, уже домой хочется. Я вам скажу такое. Вот честно, я суммирую сейчас выступление как за «Песню за жизнь» и так же, как песня была за… Ой, господи, как называется? «Песня за жизнь» и «Песня за смерть». Спасибо за помощь. Ну, как сказать? Конкурсная программа и «Песня за жизнь». Конкурсная. Спасибо. «Ла-ла-ленд» и «Потам». Конкурсная программа. Мне сегодня Алена была слабее в основной версии. Она спела хорошо песню «Наргиз» из репертуара. Мне было… Я говорю, я удивился Романовской, потому что я ее знаю с другой стороны. Честно вам говорю. И когда она поет серьезные песни, она всегда мне вызывает смех. Я вам клянусь. Если вы видели, когда она еще делает свои постановки, это можно умереть от смеха. Но что касается сегодня, чтобы не говорили, Алена, что ты тут у нас по блату и давай смотреть объективно. Сегодня, при тех замечаниях, которые сказал Остапу на прошлой программе, сегодня он был лучше. И я сегодня говорю, Остап, тебе. Да. Спасибо. Андрей Михайлович отдает свой голос Остапу. И у нас снова, как и в первом прямом эфире, ничья 2-2. Продолжение следует.